Итак, я приехал в Каракол, и первое, что я хотел бы вам тут показать, это Дунганская мечеть. Пойдемте, поглядим на нее. Дунганская мечеть в Караколе построена проживающей в Кыргызстане Дунганской диаспорой мечеть в городе. Строительство связано с переселением из Китая в Каракол в 19 веке Дунган. В 1907 году сюда был приглашен архитектор из Пекина Чжоусы, который вместе с группой строителей с 20 человек начал строительство фундамента будущей мечети. Строительство длилось примерно три года, и уже в 1910 году мечеть была возведена. Размер составляет 27 метров в длину и 15 метров в ширину в форме прямоугольника с рядом колонн по восточной и западной части. Располагается на четырех расположенных по периметру столбах, стоящих на каменных базах, поддерживающих нижнюю резную часть, здание и кровлю. Мечеть имеет три резные крыши, фронтоны которых с загнутыми углами обращены на юг. На концах всех четырех балок, стоящих по периметру, изображены различные типы сказочных драконов, великолепные резьбы, которые олицетворяют то или иное благо пожелания в китайской культуре. Саму кровлю поддерживает около 30 колонн, которые расписаны в золотисто-желтый цвет на больших темно-синих основаниях. Корни здания украшены изображениями винограда, груш, гранатов и персиков. Мечеть открыта для посещения туристам, однако женщинам рекомендуется покрывать голову специальными платками, которые можно бесплатно взять на входе на территорию мечети. Также немусульманам не рекомендуется заходить внутрь мечети, а ограничиться осмотром территории и здания снаружи. Думганская мечеть, конечно, выглядит вообще супер. Прям, я такого еще не видел. Так расписано, интересно и очень необычно. Знаете, что меня не перестанет удивлять здесь, в Средней Азии? Мне кажется, только в Узбекистане ко мне подходят и разговаривают на русском чаще всего. А тут и в Таджикистане, и здесь, постоянно на английском. И очень сильно мне не верят, когда я начинаю на русском говорить. Очень сильно удивляются. Там в Думганскую мечеть вход стоит 50 сом. И там вот мужчина, который на входе был, он мне говорит сначала 50 сходу. Я такой говорю, здравствуйте, а снимать можно? Он такой, так ты что из России? Я такой, яился. Он прям, ну он удивился не меньше меня. Это было прям очень забавно. Вот, потом спросил, а какой ты, говорит, Вера? Я говорю, ну христианин, православный. Он такой, а, ну это ближе к нам, говорит, Бог один. Иди, говорит, только внутренний заходи. А там, ну там этот, намаз, по всей видимости, был. Потому что молились там люди. Ну я походил, просто вокруг поснимал. И сейчас тоже иду по улице. Мне вот такую листовку, значит, дают. И тоже, значит, паренек молодой. Говорит, hello, туда-сюда что-то. Я говорю, здравствуйте. Он такой тоже удивился. Он со мной сфотографировался. Блин, а еще в Бишкеке, короче, когда вот Вала Арча был там, ко мне подростки тоже подошли. Они тоже сначала со мной на английском начали разговаривать. Потом мы с ними второй раз встретились. И вот эта девочка, которая со мной разговаривала, она говорит, вы так вообще, говорит, просто, говорит, не похожи на человека из России. Говорит, вы, я подумал, вы американец. Типа я такой, конечно, I'm from America. And I look like viking. Потому что она мне сказала, вы, говорит, на викинга, говорит, похожи. Я такой, говорит, мне приятно, конечно, приятно. Это я стараюсь, да. Это у нас центральный сквер с красивыми елками. Хотя, с другой стороны, они же тут везде и растут. Не, ну это шикарно. Это очень такой классный подарок. Подарок природы. Интересно, что здесь в этом центральном сквере, в центральном парке. Хотя нет, центральный сквер имени, я, правда, простите, забыл, кого. О, сейчас, наверное, титром подпишу. Сложно мне запоминаются такие имена пока что. Ну, что сказать, здесь красиво и уютно. И елки, елки классные. В них можно кататься от тени. А еще, с одной стороны, вот такие качельки-лавочки. А с другой, просто, просто лавочки. И мне кажется, это прекрасное решение. Потому что взрослые люди тоже любят качаться на качельках. Так, тут у нас какой-то мужчина стоит. Арык Мирза. Так, подождите. Что-то я не понимаю. Интересно, а там на каком языке написано? Пойму ли я что-нибудь? Арык Мирза – это историческая личность, в которой жил в конце 16-го, в начале 17-го веков. И его мудрость появилась так, понятно. Понятно, рует дух. Хм. Знаете, что интересно? Это центральный сквер точно не имени Арыка Мирзы. Это вот 100%. Это интересное решение. Сквер назван в честь одного человека. А, так сказать, основная доминанта совершенно другой. Вообще, это центральный сквер имени Амукена Сейлакуна. Да, это правда интересное решение. В целом, скверик не очень большой, но очень уютный и классный. Поэтому он и не парк, а сквер. Можно и на качельки покачаться, и в тени этих прекрасных елей укрыться. Ой, что-то ветер такой. Ой-ой-ой. Ливанет сейчас, наверное. Надо куда-то уезжать. А в самом начале этого сквера тоже стоит памятник Танастанову Косыму и Карасаеву Кусыину. И здесь, смотрите, тут такая вот площадь. Причем она пешеходная, потому что вон там клумбы стоят. И перед нами, собственно говоря, университет. Имени вот этого Танастанова. Интересненько. Так, пойдемте искать храм Святой Троицы. А вообще, знаете, прежде чем дойти... Точнее, пока я шел до храма Святой Троицы, я увидел здесь вот такое вот монументальное советское здание. И это музыкальный драматический театр, по-моему. Вот такая вот махина. Притаилась тут. А здесь юрты с правой стороны. Вот так соседствуют. Немного об истории храма Святой Троицы. Город Каракол был основан в 1869 году бароном Кольбарсом. В том же году из аксульского укрепления была перевезена временная войлочная церковь. В 1870 году войлочные стены заменены деревянными. В 1876 году взамен этой церкви построили новый храм из сердцового кирпича, освященный архиебископом Сафонием в честь Святой Троицы. В 1889 году храм был полностью разрушен вследствие Чиликского землетрясения. Современная деревянная церковь построена на месте старой семьей купцов Масликовых по индивидуальному проекту верненских инженеров. В годы советской власти храм был закрыт и разграблен. Здание передали детской спортивной школе. Были разобраны четыре шатра, колокольня и два боковых крыльца. Убраны кресты. В 1944 году вернули православные общины согласно положению о порядке открытия церквей. Началось постепенное восстановление храма. Но в 1961 году его закрыли и вновь передали детской спортивной школе. Взамен верующим было предоставлено складское помещение неработающего хлебного завода за чертой города. Спортивная школа размещалась в здании до 1982 года, после чего оно пустовало. В 1986 году начинается восстановление первоначального облика. В 1989 году принято решение об открытии в здании Кровеческого музея. Но оно не было реализовано из-за политической обстановки. В 1992 году православная община смогла вернуть себе храм, который к тому времени уже был ветхим и полусгнившим. Усилиями прихожан восстановление было закончено в 1995 году. Тогда же храм возвращен в собственность церкви. А знаете, еще пока шел к храму Святой Троицы, обратил внимание на некоторые постройки. Вот это вот перед нами педагогический колледж. Смотрите, какой он. Шикарный. Угадайте, что это за стиль. И вот, собственно, напротив него стоит этот шедевральный, потрясный, уникальный, просто великолепный деревянный храм. Сейчас еще до улицы Ленина дойдем, там тоже покажу кое-что. Так вот, собственно, улица Ленина. Посмотрите, какие здесь домики. Интересные. И он здесь не один такой. Это вот третий, вот этот, тоже в таком стиле. И, собственно, вот туда вот вниз, если по улице идти, там тоже я вижу такие славянские орнаменты, назовем это так. Славянско-русские. Вот еще один. Вот, правда, интересно, как-то окошки поменяли. Вот это вот второе слева, второе слева окно, оно как-то прям сильно выбивается из колеи. Из общей картины, так сказать. Смотрите, на первом этаже даже вон старинки есть. Прикольно. Вообще, вон там, вон я первый дом такой заметил. В нем аптека. Вот он, собственно говоря. Вообще, знаете, на этой улице я такое, это, ощущение, как будто я, не знаю, куда-нибудь в Вологду приехал. Ну, красота какая, да? Вообще, деревянные церкви, это, конечно, это моя слабость. Русские православные церкви деревянные. Просто это что-то вообще, не знаю, я вряд ли смогу описать эти эмоции. Обычные храмы, вот, ну, не знаю, каменные какие-то, как-то как будто не так вдохновляют. Ну, потому что их больше, как бы, они, как-то к ним привыкаешь, что ли. А деревянные, это прям вообще... У меня, кстати, есть один ролик. Прямо из старых, из моих роликов. Прямо чуть ли не один из первых, наверное. Мне кажется, это в ролике про Череповец было. Я там уже снимал такую же, ну, не такую же, конечно, другую русскую деревянную православную церковь. Сейчас ссылочку на него прикреплю. Смотрите, как вы видите, владыка всея каракола стоит. Тагайби, Мохаммад. Так, господа, я уже добрался до Каракольского ущелья. Выехал из Каракола тут ехать, на самом деле, вообще минут 15, наверное. Там КПП. И на КПП, знаете, там, короче, в общем, там разные цены. Сейчас попытаюсь вспомнить. Короче, за легковую машину 50 сом. За гражданина СНГ, если вы гражданин СНГ, за вход за каждого человека 100 сом. То есть, если у вас полная машина будет, учтите, как бы, там за каждого человека. Я заплатил всего 150, потому что я один еду на машине. Короче, за любую тачку полтос. За гражданина СНГ, стран СНГ, сотка. За гражданина Кыргызстана 10 сом. И для иностранных граждан, вот прям совсем иностранных, 300. Представляете себе, сколько денег срубают за какой-нибудь бусик, в котором едет, не знаю, там, человек 20 каких-нибудь, например, немцев. Я, кстати говоря, здесь встречал сейчас, встретил немецкую группу. Я когда был у Дунганской мечети, собственно говоря, их встретил. И потом я их где-то еще встречал. И выхожу на улицу, потому что, смотрите, какая там грязюка. Вот такая вот грязелужа. И она тут достаточно длинная. Но она как бы не опасная тут. На любой легковухе моноприводной можно проехать. А, собственно, остановился здесь, чтобы показать. Вот, смотрите, налево это у нас идет горнолыжная база. А направо, это я сейчас туда поеду. Это уже в само ущелье, собственно говоря. На входе, опять же, был маршрут. И там было написано, что автомобильный маршрут вплоть там 20 километров, короче, туда. Вот. Что здесь? Мне еще дали вот такую вот какую-то рекламку. Вот такую. И здесь вроде бы как есть типа путеводитель. Но что-то тут такой путеводитель. Так, ну вот лыжная база, Каракол, там Парк Победы. Чего? Какие-то улицы. А, стой. Так это же, это же эти... Это карта вообще Каракола самого. А зачем мне карта Каракола, если я тут как бы в ущелье? Ну, короче, это просто реклама вот этого Достархона. Ясно, понятно. В общем, сейчас поеду. Написано, короче, было, что автомобильный маршрут. Автомобильный маршрут. 20 километров. Я не знаю, сколько я смогу проехать из этих 20. Все-таки надо понимать всю глубину наших глубин и лысость нашей резины. Вот. Ну, короче, будет что интересное, конечно же, покажу. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 А тут вроде как два подъемника должно быть, если верить карте. Но пока вижу только один. Вон там на горе что-то виднеется. Лошадки пасутся. В общем, даже не знаю, что вам тут показать еще. Ну, там на въезде два квадроцикла стоит. Наверное, можно на них тут кататься. Либо в аренду, либо вас покатают. Наверное, там куда-нибудь наверх можно залезть. Возможно, там будет интересно. Ну что, коль такое дело, будем прощаться. Поеду я в гостиницу Толполнота. Надеюсь, за светло доберусь. Хотя, честно говоря, не уверен. Сейчас пять часов. Мне ехать где-то часа три до туда. Ну, посмотрим. Ладно, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!